добрый вечер дорогие друзья меня зовут игорь яковенко в киеве сейчас 18 часов 1 минута и у нас долгожданная встреча с андрей андреевичем пианковским андрей андреевич здравствуйте рад вас видеть добрый день андрей андреевич я хочу прежде всего я сейчас не буду касаться тех сиюминутных событий которые происходят там все все эти так сказать слияние двух сердец путина и такера карлсона это не останется время может быть пару минут скажем а самое главное это вот то что происходит в конгрессе соединенных штатов америки и в избирательной кампании триумфальное шествие трампа явно что он уже полностью контролирует республиканскую партию ну по крайней мере так это видится и блокирование блокирование украинской помощи украина становится жертвой политических амбиций трампа и вообще как вы оцениваете вот это явление трампизм который явно надвигается на на соединенные штаты америки второе пришествие трампа насколько она реально чем она грозит ну его в частности вот ситуация с той помощи украины которая явно пока оказывается под угрозой ну я не совсем согласен с вашей формулировкой вчерашние события оставляет такое двойственное впечатление драматическое столько было вчера в вашингтоне ну во первых это целом был достаточно успешный день для трампа начались слушания основного вопроса о допуске его к выборам распространяется на него 14 поправка конституции соединенных штатов запрещающий участие в выборах людям давшим клятву республики а после этого участвовавшим в инсерекшен мятеже вопрос такой сложный достаточно юридически вчера были премии премии сторон и вот по вопросам по диалогу судей и участников премии со стороны это рассматривается вопрос о решении верховного суда штата колорадо отстранившего его от выборов в этом штате там подал жарбу и это было соревнование юрист от штата колорадо и юриста трампа по вопросам задаваемым судьям чувствовался и скептицизм в отношении распространения вот этой 14 поправки до трампа так что общее мнение экспертов у меня такое же сложилось что скорее всего решение будет вынесено в пользу трампа это единственное судебное решение которое могло оснать все остальное десятки других процессов по уголовным статьям не имеет никакого значения для выборов ну во первых у юристов достаточно трамповский достаточно возможности затягивать эти процессы они не вряд ли кончатся приговорами к 7 ноября 24 ну а во вторых он может быть даже будет посажен в чурму может быть через президента так что вот это серьезное препятствие снято ну и вы правильно говорили я подписался под вашим каждым словом до событий вчерашнего дня что там просто в стиле мафиозного босса овладел республиканской партии причем в очень ключевом вопросе для всего мира и как выяснилось для него лично вопросе помощи украине мы же помним какова была официальная позиция тех республиканцев которые блокировали в три месяца блокирует в палате представителей законопроекта о помощи в том числе в украине вот я помню эту сцену очень удачный у нас день 12 декабря прошлого года визита зеленского в вашингтон когда как раз несмотря на его усилия палата отказалась рассматривать закон вот они стояли у них была как бы на пресс-конференции но их снимала телевидение в палате в здании зеленский спикер спикер палаты майк джонсон и спикер говорил что конечно конечно обязательно должна быть оказана помощь украине мы же понимаем что в случае падения украины это путин пойдет дальше в европу нам придется там и дальше уже как мантра повторяется это они выучили что нам придется уже платить не деньгами кроме но мы как раз хотим использовать в этот случай для того чтобы убедить наших друзей демократов принять давно назревший закон по границам что у нас там на южной границе бардак творится действительно вот они поймут что закон пока не надо принимать и пойдут к нам надо такое как бы психологическая игра ну а подчеркиваю что в принципе они за закон в границе в общем блокировал закон шумная группа их человек 10 15 таких от явных трампистов ну знаменитая женщина имиджа это гринс мы все это героем знаем они у них другая была риторика они бегали и по телевизионным студиям кричали что украина такое первое государство там запрещено 11 партий там преследовать христианского проповедника павла бросили в узилище нельзя давать страшной стране да и кроме того их оружие использовал хамас во время нападения ну вот это а остальные республиканцы как бы вот придерживаются вот этой приличной позиции марка джек джонсона но эта группировка она каким-то образом сняла уже двух спикеров и также угрожала снять джонсона они говорили открыто при телевизионной камере если только посмеешь поставить вопрос на голосование а поставить вопрос на голосование означает его решить потому что большинство республиканцев было напомню вам за украины более того ну вот фантастический факт сейчас ухо это почти не верится я же вам докладывал мы обсуждали прекрасный доклад написали лидер республиканцев палате называется пропортер сплэнт по викторию украины председателя комиссии по иностранным делам обороне разведки макко роджерс и торн это же республиканцы за которым стоят членов комитета их там 300 человек как минимум то есть нет никаких вопросов но вот не ставит джонсон почему-то потому что боится что его с ними спит ну и там надоело это объяснять этот механизм у них у республиканцев небольшое большинство если пять из них будет голосовать против то спикер потеряет кресла но вот буквально не от 3-4 назад трампа трамписты окончательно сбросили маску там заявил что ему не нужен никакой закон так республиканцы и демократы в сенате выработали компромиссный закон точка промисс на 95 процентов демократы пошли навстречу республиканцами республиканцы готовы были принять закон а трамп завершён ему не нужен он ему не нужен во-первых пусть пока обидёт бардак на границе это поможет нам на выборах мы в этом обвинять обвинять трамп это менять бардак это совершенно откровенно не скрывая второе что и не тем более нам не нужен никакой поддержку украины он установил вот сенсационное заявление сделал позавчера вечером вот руководитель группы республиканцев которые выработали этот совместный проект по по границе он сказал что мне угрожали люди близки трампу угрожали что если мой закон будет они меня просто уничтожат то есть там установил республиканской партии будет мафиозную форму правления которая запугивает который подчиняет же не только группу своих активистов фанатиков 10-15 человек но всю республиканскую партию и это произошло сенсация еще одна произошла позавчера когда подготовленный тщательно совместный законопроект сенаторами республиканской партии был провален надо отдать должность должное лидеру демократической партии в сенате шумер он нашел единственный с меры решительных ход он осознавший закон пахмон выбросил из него всю часть границы и приезжая демократической партии вот закон о помощи израилю украине и тайване совершенно не связано как раз республиканцам граница не нужна как выяснилось они все время добиваются теперь они этого не хотят значит будем голосовать только за помощь украине и израиле и вот вчера я констатирую это очень важно это первый некий успех такого регионовского оставшегося где-то почти подпольного крыла республиканской партии этот законопроект с большим преимуществом был принят в сенате за него голосовали 17 республиканцев всего 67 это достаточно большое поясню что это еще не закон и даже не принятый законопроект сенатом это законопроект принятый в первом чтении дальше процедура на неделе отводится на возможное обсуждение поправок ну там есть еще один не связанный с трампистами путинский идиот может такие наблюдающие за американской цены может знать это имя так называемый либертарианец сенатор рэнд пол вот он заявил что он использует каждую минуту предоставляемую протоколом для обсуждения поправок для того чтобы затянуть голосование но тем не менее через по расчетам где-то во вторник это законопроект будет принять после чего очень важно весь политический в омон такой внешнеполитический американский отправляется в мюнхен на заседание на сессию ежегодную по безопасности мюнхенская знаменитая конференция ну и там они будут встречены просто шквалом атаки европейцев и вся эта мюнхенская конференция будет посвящена конечно ну израиле украины но прежде всего украине и европа же осознала вот эту опасность трампизма который там просто мафиозными методами овладел республиканской партии по крайней мере так казалось до вчерашнего дня вот вчерашнее вчера был сделан важный шаг к освобождению от его ерумала республиканской партии и окончательно это мы увидим результаты уже видимо где-то в середине следующей недели когда этот законопроект окончательно будет принят сенатом и и и представлен на рассмотрение в палате вот я несмотря на очень мрачная картину вот этого надвигающегося трампизма вообще полной неадекватности американской политической системы чудовищной вчерашней пресс-конференции байдена который будет иметь серьезные внутреполитические последствия я думаю еще об этом поговорим все-таки я настроен оптимистически я полагаю что этот закон пройдет в палате ведь этого нужно буквально там десяток голосов республиканцев а я уже говорил если взять только до одних вот председателей комитетов которые прекрасный доклад написали о том критикующий байдена за недостаточную поддержку украины я думаю что вчера это очень несмотря на триумф трампа серьезный успех в верховном суде пока правда формально не закрепленный вот я считаю что это гораздо более существенное поражение республиканская партия начал как бы освобождаться от этой власти трампа ну потому что ну европейцы первые прохнулись проснулись проспектива избрания трампа президентом это похороны вообще не только северных штатов но западной цивилизации мы же договорились не говорить с вами об этой глупости с карсеном но ведь это символически символический визит карсена как посланца трампу москву символически это 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 пакт молотова лебентропа это пакт трампа путина подписанный разделе мира фактически вот что такое визит карсена его абсолютно пустая пресс-конференция трампа планы большие это не только смертельный враг украины на его совесть уже десятки тысяч гибель погибших украинских солдат за последние три месяца когда блокируется помощь финансовой военной украины он его планы их планы с путиным гораздо более амбициозные он не скрывал их никогда он ненавидит нато ненавидит западных союзников вот этот пакт будет закреплен торжественной встречи путина и трампа почитайте мою статью боющая наказаться пророческая в случае победы трампа маньчжурский кандидат трамп заявит что и нато это устаревшая организация не справляется проблем на безопасность его права вот теперь видя до чего дошло до крупной войне в европу мы с моим другом там братом соратником владимиром решили эту войну остановить и теперь европейская безопасность будет гарантироваться двумя великими державами соединенными штатами российской федерации вот примерно такими семерными шагами идут к этой перспективе эти два негодяя трампа и и и путин что будущее америки и запада и всего мира зависит сейчас от того будет остановлен там на пути к белому дому вот эти 17 республиканцев голосовавших вчера в сенате за поддержку украине это первый знак такого разворота в республиканской партии если она достигнет достаточной глубины а я вот надеюсь еще на эту европейскую конференцию да и даже до конференции сейчас в вашингтоне сплошное паломничество европейских лидеров шольц вот прибывает были кэмерон стонова они даже не с байден встречается не встречается с юрганской партии они объясняют вот эту громадную опасность нависшую нависшую над миром андрей древич несколько технических вопросов просто к вам как человеку смотрящему за американской политикой первый может быть вопрос которым покажется не очень значимым вот в ноябре трампа говорил о том что он раздумывает не предложить ли такеру карлсону пост вице-президента насколько вы считаете это реально потому что я то считаю что это было бы здорово это был бы момент истины и тогда уже остатки каких-то каких-то одежд и вот весь этот трампизм предстал бы во всей своей первозданной ноготе потому что такер карсон это это как бы карикатура на трампизм если так можно выразиться это вот как раз та самая пост правда это все это концентрированный трампизм это было бы здорово насколько вы считаете реальным такой мелкий кажется вопрос но мне кажется нету разочи существенно это вот эта аналогия по акту моду лебентропа это уже откровенные они еще а то что они сейчас не стесняются путин с трампом этим визитом это покажется сегодня находится в коротком шот-листе другие там газа более блеклые фигуры это вполне вполне не считаете что шанс на то что на на то что так и тарсон будет вице-президентом он вы считаете что не нулевые шансы да ну во первых я считаю я должен это считать потому что я не могу себе представить конец западной цивилизации считаю что там не будет президентом но то что трамп выберет именно карлсона своим напарником это примерно 50 процентов а почему нет там и другие фигуры еще раз скажу о ней вот вы правы карлсон это особенная фигура я думаю я даже не считаю его как бы таким хруем трампа вот он он гораздо более больше гораздо там пил вот в ненависти к украине и к любви путину он всегда превосходил трампа превосходил трампа поэтому этот визит путин его использовать скорее скорее это не не смысл вот это сейчас встреча путина с карлсоном это не столько карлсон приехал с каким-то месседжем от трампа сколько путин направляет карлсона окончательно как своего своего человека в ближайшем окружении трампа вот какова роль карлсона и вы правы если они пойдут то это один из сценариев при котором там абсолютно проиграет эти выборы но меня меня вдохновляет то что они сейчас такое ощущение что они ничего не боятся и вот видите с украины какой они тонкую игру играли чтобы как бы не отчуждать значительную часть нет нет мы за украину но только мы хотим границ а сейчас граница отброжена все никакой помощи украине надо налаживать отношения с путином они уже почувствовали приближение к власти и и ничего не стесняются и на этом пути трамп будет делать одну ошибку за другой и консолидировать своих противника единственное кто его могут остановить конечно это вот пробуждение республиканской партии потому что без без поддержки аппарата без поддержки районского крыла ничего с ним не может сделать я еще раз еще раз напомню что хейли наиболее востребованным американским обществом сейчас кандидат президента вот это устойчивый опрос общественного мнения трамп выигрывает у байана пять процентов на сегодня это это ну в рамках возможной ошибки каких-нибудь непредвиденных событий и так далее а хейли выиграет у него 17 процентов что за него голосуют все independent вот я сколько как не бьюсь настаиваю американцам чтобы они провели опрос какой-то серьезное полинковое агентство за кого бы вы пришли видеть на посту президента штатов хейли или трампа я уверен это моя рабочая гипотеза но я не уверен поэтому наверное вы не проводите что и этот опрос хейли выиграет с большим преимуществом все independent будут голосовать за него и и многие разочарованные демократы понимаете вот в этом в этом обнаружился серьезный недостаток американской вот этой избирательной системы как и как закрепленный законодательной так и традиционно вот хейли наиболее востребованный кандидат президента но она не сможет стать президентом потому что она не пройдет сито на сегодняшний день избирательной кампании республиканских правил но потому что она наиболее востребована и она выиграет любой опрос где выборкой будет средняя американская общая американская выборка а ведь прамилий, это даже не общая республиканская выборка, я напоминаю. В прамилиях участвуют наиболее ангажированные, наиболее активные сторонники партии или какого-либо отдельного кандидата. Такая наиболее ангажированная такая секта сейчас, это сторонники Трампа, который ведет эти прамилии, и он загоняет туда потолку своих... Вот такая ситуация. Этот выбор стоит очень серьезный перед теперь, когда ясно, что Верховный суд его не остановит, остановить его может только консолидация консолидация республиканской партии. Еще раз повторяю, очень важный шаг, вот это первое чтение законопроекта в Сенате, за которым голосовали 17 республиканных сенаторов, все решить, мне кажется, что на будущей неделе голосование в Палате решится не только судьба вот этого законопроекта, но и гораздо более серьезный вопрос. Если Трамп проиграет, Трампу не удастся запугать республиканскую партию, и достаточно, конечно, республиканцев проголосует за законопроект, но я просто не вижу, как это может быть иначе. Я могу назвать людей, которые там процитировать их резкую критику трампу, недостаточную помощь, десяток, несколько десятков республиканцев, то тогда возникает надежда, что республиканский establishment в конце концов проснется и общими усилиями этот негодяй будет установлен. Андрей Андреевич, несколько уточняющих вопросов. Во-первых, я правильно понимаю, что вот этого карманного спикера Палаты представителей, Майка Джонсона вы в расчет не берете сейчас, потому что представить себе, что он займет, так сказать, позицию, не соответствующую позиции Трампа, я, например, представить такого не могу. Он уже окончательно себя, как карманный спикер, продемонстрировал. Вот через это, как вы представляете себе, можно перелезть? Просто, очень просто. Законопроект, принятый Сенатом, он обязан обсуждаться и голосоваться в Палаты. В чем была фишка этого спикера? Он мог поставить или не поставить какой-то новый законопроект в Палате. Ведь сначала-то обсуждался вопрос о помощи внутри Палаты, а сейчас у него нет этого ресурса. И он вообще потерял авторитет у всех. И у Трампистов, и у не Трампистов. Он стал фигурой даже более смешная, чем президент Палат. Ну, понятно. То есть, вы считаете, что все-таки единственный, кто может остановить Трампа, это республиканская партия? Да, да, конечно. Понятно. Хорошо. Ну, скажем так, будем надеяться. Хотя, честно говоря, я, учитывая то, что все остается на своих местах, и по-прежнему, пока тримфальное шествие Трампа по Штатам происходит, с огромным отрывом, он побеждает, так сказать, оставляет, занимает, как, я не знаю, как Наполеон, занимает, как Цезарь, занимает все новые и новые Штаты, вот как-то пока не видно технологии, каким образом может произойти поворот. Потому что, опять-таки, остается вот это вот то противоречие фундаментальное, которое вы подметили, и которое, по сути дела, звучит как приговор. Народ Соединенных Штатов, американцы, занимают одну позицию, а активисты, я бы так назвал, упоротые активисты, сектанты, которые, так сказать, принимают решение, занимают другую позицию. Как вырваться из этого? Какая технология прорыва? Вот какая технология прорыва, вам кажется? Какая анатомия этого переворота внутри политического? Как вы ее видите? Ну, вы знаете, ведь вот вы, наверное, под впечатлением вчерашнего успеха Трампа в штате Невады произнесли эту фразу о Цезаре и Наполеоне. Там были у них прамеры, там был Кокосос, так называемый, и там целиком, Хелли даже отказалась там участвовать, там целиком организовывалось это местным аппаратом республиканской партии. Они организовывали состав этого Кокососа, там не пошли на какие-то технические условия Хелли. То есть административный ресурс в этих прамериях играет громадную роль, он так как бы остается за сценой. Пока этот административный ресурс руках Трампа, это одна игра, когда это административный ресурс. Да, поэтому Трамп сейчас принимает, он чувствует такую опасность, принимает отчаяние усилия заставить Национальный комитет республиканской партии, вот которой вся эта технология занимается, объявить уже его сейчас призамвшись предполагаемый кандидат республиканской партии. Это закрепит его уже все тогда позиции в штабах бывших прамерий и так далее. Если аппаратчики республиканской партии примут другое решение, то сопротивление ему возможно. Но, возможно, всякие экзотические варианты. Возможно, выдвижение Хелли кандидатам третьей партии. Правда, есть очень сильное ограничение, не юридическое, но как бы моральное. Ведь когда начинались дебаты, там было 12 человек, помните, и Трампа приглашали, и всех. Организаторы дебатов поставили условие, что каждый участник должен заявить, что независимо от исхода, он всегда поддержит кандидатуру в вынятую республиканскую конвенцию. Трампа, вот одна из причин, по которой Трамп не стал участвовать в этих дебатах, он отказался делать такое заявление. Он откладывался на любые варианты. А Хелли, она как бы связана вот этим ограничением уже спорный вопрос, насколько это ограничение юридическое, политическое и так далее. Но я предлагаю совершенно невероятный вариант, который стал более вероятным после того события. Давайте я уже все к нему прорываюсь, а вы меня не даете. Нет, нет, я понял, к чему вы ведете. Это вчерашняя, вчерашняя, чудовищная пресс-конференция Байдена. Вы знаете, это была какая-то сцена вот из романа Достоевского. Жалкий, несчастный старик отбивается от негодяев, кричащих на него, шпыняющих его и произносит, как вы смеете говорить мне, что я не помню год смерти моего сына. Почему вы меня мучаете? Где вы, где мы, где я здесь нахожусь? Почему вы меня мучаете? Перестаньте. У меня прекрасная память. My memory is fine. Я вчера разговаривал с президентом Мексики Сиси. Это было чудовищно. У меня просто нет никаких политических симпатий к Байдену. Я считаю, что он несет грамотность за сегодняшнюю ситуацию в Украине. Он несет ответственность не меньше, чем негодяй Трамп, блокирующий помощь. Если бы помощь предоставлялась в необходимых масштабах да хотя бы даже если бы то, что сегодня мы же помним с каким трудом все это даже то, что было бы сегодня в руках украинцев там и танки и ракеты дальнобойные и те же. Если бы все это было бы в августе прошлого года и позапрошлого во время наступления на Харьков и Херсон, то тогда бы все покончилось с разговором российской армии. Но мне вопрос просто ужасное зрелище было. Кто догадался его вытащить на эту пресс-конференцию, он был в бешенстве, конечно, но потому что его обвиняли в том же так называемом преступлении, как и Трампа там, хранение несанкционированное документов, представляющих государственные тайны, да и тот, и другой, где-то его хранили дома. Но вот решение специальной прокурорской комиссии, там оказалось выяснено, что этот прокурор давний сторонник Трампа было очень тонко издевательским. Там было доказано, что он непромоверно держал эти документы, но вывод был такой, что это, в общем, пожилой человек, плохо помнящий важные события в своей жизни, например, год смерти своего сына, поэтому предъявлять к нему какое-то уголовное обвинение, ну, было бы неконструктивно, потому что суду будет трудно доказать, что он соображал вообще, о чем идет дело. Вы понимаете, это страшнее, чем любое привлечение в суду за несанкционированное хранение. И он вышел, стараясь опровергнуть вот это обвинение, а вот получилось ужасно. Но сегодня уже утром республиканцы, конечно, поставили вопрос о 25-й поправке Конституции, об остранении Байдена от должности президента по его ментальное несоответствие. Ну, я не буду говорить о том, отстранят его или нет, скорее, и нет, но выходить вот с этим Байденом на предыдущую компанию, это же будет повторяться каждый раз. Каждое его публичное выступление перед корреспондентами, причем настроено достаточно враждебно, там были корреспонденты Fox News, других трамповских агентств, это катастрофа, это катастрофа, он непредставим, ни в роли президента еще в течение еще пяти лет. Ну, в общем, это иллюстрация абсолютной дисфункциональности американской политической системы. И это в тот момент, когда свободному миру брошен вызов вот этой империи зла тоталитарными режимами Ирана, России, Китая. Еще повезло что Китай товарищ Сивит как бы вышел из игры после достаточно адекватного выступления Байдена, которое ему было очень грамотно написано, он хорошо его прочел 9 октября, когда он сказал, что это мировая война, объявленная террористами и тиранами свободного общества, Иран и Хамас хотят уничтожить Израиль, Путин хочет уничтожить Украину, мы никогда это не позволим как самое сильное государство мира, как лидер свободного мира, и подкрепил это двумя очень практическими вещами, посылкой двух вероносных групп, и вот этим самым законопроектом, который мы до сих пор обсуждаем. Ну вот Китай товарищи струхнул, он понял, что он воспринимал это как адекватность американского президента, американского государства, и у него же всегда был план, он не собирался воевать с Америкой, боже мой, вот сейчас, когда мы видим, что творится у него в армии, как выяснилось, он хотел взять Тайвань по-лёхому, он хотел, он подтолкнул Путина на войну с Украиной, и подтолкнул Иран на развертанную всех структуре против Израиля, и он надеялся, что или Путин победит Украину, или Иран победит Израиль, и это будет полнейшим унижением громадным для Соединенных Штатов, практически это будет уходом Соединенных Штатов с мировой арены, в Тайване можно было голыми руками, он, видимо, в этом убедил свою элиту, сломав все наследие Ден-Сарапина, как политическое, дайте мне третий срок, и я вам верну Тайвань, но он сломал и все экономическое наследие, ведь все это китайское действительно чудо, оно базировалось на переплетении на громадных экономических инвестициях и на потоке беспрерывной американской технологии в Китае, всего этого нет уже примерно полтора года, и там возникли очень серьезные проблемы, и Си понял, что дальше так продолжаться не может, и у него просто стали задавать очень серьезные вопросы внутри, он прибежал в Сан-Франциско и заявил, что в обозримом будущем только мирным путем мы мыслим воссоединение с братским Тайванем, а вообще, ребята, мне очень нужны американские технологии и американские инвестиции. но вот наблюдая вот такое состояние дедушки Байдена и Соединенного Штата в целом, Си может вернуться к своей тактике более активной поддержки Путина и Ирана, хотя пока, слава богу, это не просматривается, наоборот, в последнее время вот все растет, количество банков китайских, которые прекращают трансакции с российскими, но этот вот Байден может промотать вот это единственное свое большое достижение геополитическое за эти месяцы мировой войны, вывод, выход Китая из активной стадии. Очень серьезная ситуация, конечно. Андрей Андреевич, вы, я понял вашу позицию, я хотел все-таки уточнить и закрепить и для себя и для нашей аудитории вашу позицию, так сказать, как вот окончательный приговор, что вы считаете, что остановить Трампа может только республиканская партия и никаких надежд не возлагаете на демократов, потому что более-менее понятно, что в демократической партии безальтернативен Байден, других он безальтернативно становится кандидатом от демократов и если они сталкиваются Байден и Трамп, то вы считаете, что что-что? Трамп побеждает? Да вы знаете, может быть, что угодно, потому что Трамп тоже громадный негативный негативный рейтинг. Вообще, эти долбанутые республиканцы, да, вот интересная вещь, очень интересный показатель я расскажу, то, что судьи вверху скорее склоняются к позиции Трампа, стало известно где-то во второй половине дня, а вот утром выступил с отчаянным заявлением небезызвестный пиарщик, боже мой, как же он, пиарщик Обамы и Байдена. Ну вот, мне тоже 84 года, понимаете, я забываю некоторые фамилии, но подскажите мне, боже мой, ну хорошо, ладно. Так он выступил с истерическим призывом, это, ну, стопроцентный демократ, принадлежащий к леволиберальному кругу, к судьям, ни в коем случае нельзя лишить Трампа участие в выборах, это вызвит гражданскую войну, это расколет навсегда наше общество, это придет к непредсказуемым последствиям, ни в коем случае нельзя этого делать. Ну, а многие как раз опасались, что такое решение будет принято. Этот человек, в общем, в штабе демократов, Байдена, Обамы, почему? Да потому что, потому что люди, стоящие за этим полуживым Байденом, они прекрасно понимают, что единственный кандидат, у которого есть какие-то шансы выиграть, это Трамп. Трамп, во-первых, надеет массу глупостей, но и так корресальный отрицательный рейтинг, антирейтинг, а потом все эти обстоятельства, перспективы его приходов в власти могут отпугнуть достаточное количество населения. Он выгодный кандидат для Байдена это единственный кандидат, у которого есть какие-то надежды. Но если Байден каждой неделе будет выходить на такую пресс-конференцию, он говорит, у меня прекрасная память, я только что разговаривал с президентом Мексики. Ну, страшная картина. Но у меня есть абсолютно невероятный по американским вариантам сценарий, я его уже озвучил, повторю еще раз. Ну, ситуация тоже невероятная. Конвенция демократической партии может принять такое решение. Она, кстати, будет проходить после конвенции республиканцев в июле или демократы в августе. Она может принять беспрецедентное решение. Она может предложить Нике Хелли выдвинуть ее кандидатуру от демократической партии. Причем, не настаивая ни на какой своей демократической партии. Вот, есть Нике Хелли с ее программой, вполне республиканской программой, с которой она озвучила, идет на президентские выборы. Мы выдвигаем ее как кандидат от демократической партии. Вот этот невероятный сценарий спасет конечно ситуацию, она выиграет эти выборы с большим преимуществом. Ну, да, Андрей Андреевич, что называется, вашими бустами, ну, как-то, я все понимаю, да, это как умозрительный сценарий, это блестяще, это лучше. Вы же меня просили умозрительный сценарий. Да, да, да. Давайте пока сосредоточим на задачах, которые нужно решать сегодня. сегодня надо пробить 64 миллиарда помощи Украине. Вот эта задача реальная, вот на эту задачу мы, как бы, республиканцев сейчас подтолкнули, я думаю, после той встряски, которую устроят европейцы на Мюнхенской конференции, этот закон будет принят. Это очень важно, а дальше будем шаг за шагом разгребать эти Вашингтонские конюшни дальше. Андрей Андреевич, завершайте нашу беседу, как обычно, я просил вас ответить на те вопросы, которые я не задал, и которые мы не затронули в нашем разговоре. Какие же мы не затронули? Мы затронули вопросы судьбы мировой цивилизации Запада. Понимаете, ведь такое, такая же провальная политика Соединенных Штатов, и мы действительно не хватили наше времени на израильском фронте. Вы же помните, я даже не буду цитировать мою любимую цитату в Линкене, это уже неприлично, о том, как он говорил, вы никогда не останетесь одиноки, мы будем с вами. Так что они сейчас выделывают? Они же запуганы Байдину, и вот так группа людей, Байдин вообще может мало соображать, что он делает, но те люди, которые хотят провернуть его снова в президенты, они должны выслуживаться перед левым либеральным крылом своей партии. Но вчера в Нью-Йорке была грандиозная демонстрация про Палестинское, от реки до моря свободная Палестина будет свободной, и Байдин или вот лица работающие от лица Байдина оказывают громадное давление на даже на вчерашнюю пресс-конференцию, уже убежав с этой конференции, опозоренной, униженной. Он вспомнил, видимо, остатки сознания какой-то методически полученной, вернулся и произнес, что он осуждает Израиль за чрезмерное использование военной силы в Газах. Тот же Блинкин во время своей визиты громадное давление оказывал по двум вопросам. Ну, хорошо, размерах использования вооруженных сил в Газах можно там поспорить, но гораздо более принципиальный вопрос. Соединенные Штаты настаивают на прекращение войны, на прекращение войны, а Хамас искусно использует шантаж жизни заложников и тоже требует соглашается со своими заложниками только после четырехмесячного перемения гарантиями безопасности выводом израильских войск фактически на Израиль Хамас Соединенные Штаты да еще возникшая внутри немногочисленная все-таки очень громкая своя партия мира абсолютно левых идиотов в Израиле которые спекулируют на судьбе заложников она требует давайте соглашаться на условиях Хамаса Хамас вредвиновые условия которые даже Байден даже Линкен вынужден на правительственной конференции назвать нон-стартер не условия прекращения ну по-шесту признайте нашу победу это означает что люди которые совершили вот эти четвертые преступления 7 октября они остаются не только безнаказанными они остаются во главе государственной структуры вооруженной для зубов они освобождают из тюрем всех там тысячи террористов с десятками пожизненных приговоров более того они потребовали освобождения вот тех негодяев которые участвовали в тех издевательствах и убийствах 7 октября и которые их тоже и вот Хамас но не только Хамас но Соединенные Штаты и часть общественного мнения пока еще не такая многочисленная вот искусно прикрывающиеся вот семьями заводников они выводят демонстрации протеста требуют согласиться да мы соглашаемся на окончание войны нам отдают но это означает смерть Израиля как государства это превращение это у него будет уже не 136 заводников а 12 миллионов еврейских заводников как терроризм вот это то есть на израильском фронте ситуация не менее серьезная чем на украинском и вот при таком дисфункции я уже не говорю о Байдене дисфункции всей американской политической системы единственная точка единственная точка от которой мы можем оттолкнуться и пойти в противоположное направление это прохождение через палату представителей закона о представлении Украине Израилю военной финансовой помощи я считаю это идеальная перспектива а там дальше посмотрим да ну здесь можно только добавить одно что Израиль в данном случае слушает все эти слова Байдена и других представителей американского истеблишмента но совершенно очевидно что ни на какие уступки здесь он не пойдет это ну по крайней мере то что происходит сейчас и в данном случае ни на какое давление Израиль не пойдет потому что понимание просто очевидное понимание что находится на грани уничтожения все то что вы сказали в Израиле понимают 99,9% людей поэтому здесь я думаю что Израиль будет продолжать уничтожать Хамас по крайней мере вот такое ощущение есть вы не смотрите 9 канавов русскоязычный Израиль по-моему я бы поправил вашу цифру к сожалению не 99 а ну может быть 85 там всегда была такая партия мы ну это же мы же это вокс это вокс идеология что запад веномен перегнетенными народами мира это вот это же мировая идеология она не только в Соединенных Штатах ее приверженцы вам показывает это чудовищно но ее приверженцы есть есть в Израиле я знаю хорошо так сказать ну неплохо как мне кажется знаю так сказать интеллектуальную духовную и общественную атмосферу в Израиле я понимаю что такие есть в Израиле есть антисемиты вот в Израиле есть люди которые считают что Израиля вообще не должно быть в принципе есть антисионисты в Израиле это все все весь этот расклад известен но их все-таки меньшинство и политическое руководство Израиля мне кажется не допустит вообще того чтобы это все повлияло ну впрочем это я думаю что мы можем это обсудить еще дополнительно на час огромное спасибо Андрей Андреевич дорогие друзья с нами был Андрей Андреевич Пианковский наш смотрящий за американским эстаблишментом спасибо вам большое за ваш анализ за ваши мысли и за ту надежду которую вы всякий раз даете огромное вам спасибо и надеюсь до скорой встречи всего вам доброго до свидания спасибо за субтитры